Каждый человек, вне зависимости от возраста и пола, в состоянии совершить правонарушение. Большинство взрослых в состоянии предугадывать последствия своих действий, руководствуются гражданским долгом, правилами морали и мирного сосуществования в обществе. Другое дело подростки, которые зачастую не в состоянии адекватно оценивать не только себя, но и свои поступки. Подростки не осознают всю серьезность преступлений и считают незаконные действия чем-то вроде опасной и захватывающей игры. Наш центр принимает в основном психически больных детей, так и здоровых детей, детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, то есть после совершения каких-либо поступков плохих или попали в какую-то жизненную трудную ситуацию, обидели взрослые, родители, опекуны. Дети, которые после депрессии, после депрессивные дети, после травмы какой-нибудь, после потери родителей. Центр по своему направлению деятельности работает совместно с полицией, ФСБ, МЧС, Минобром, агентством по делам молодежи и уполномоченными по правам ребенка. Каждому ребенку и подростку применяется индивидуальный подход к лечению. Курс лечения у нас в основном месяц, месяц у нас лежат. У нас тут амбулатория на первом этаже находится, на втором этаже у нас стационар, круглосуточный стационар, там врач-психиатр, педагог работает и психолог в основном к нам обращается, к нам в стационар. Кризисные дети, да, у нас больные дети находятся в психбольнице, а тут в основном считается, что вот такие вот дети, которые совершили какое-то там правонарушение, например, да, или в какую-то жизненную ситуацию попали трудную. В центре работают штатные психологи, которые ежедневно принимают звонки от подростков и родителей проблемных детей. А комплексную работу по защите детства и семьи в Туве выполняет аппарат уполномоченного по правам ребенка, который координирует Москва по каждому субъекту страны. Новый региональный омбудсмен Сайзана Таву работает в своей должности с апреля этого года. Я проводила дни уполномоченных по правам ребенка в Кожонах, в муниципалитетах. На сегодняшний день я посетила пять муниципальных образований. Чаще всего подходят граждане, то есть родители по вопросам поддержки детей, особенно детей, детей инвалидов. То есть это и медицинское сопровождение, это лекарственное обеспечение, а также есть большие трудности у детей по прохождению лечения совместными усилиями. Когда к нам обращаются, мы отрабатываем и решаем вопросы прямо точечно, индивидуально. И, к счастью, в этом направлении тоже работа налаживается. Параллельно аппаратам ведется большая работа во всех районах республики с семьями, находящимися в социально опасном положении. Это работа с родителями, психологическая поддержка матерей-одиночек, а также помощь в их трудоустройстве, если потребуется. Разрабатываем новый проект «Заботливая мама» или НРЛД «Ава». Суть этого проекта в том, что мы помогаем мамам социально реабилитироваться. То есть это комплексная программа социальной реабилитации. Проблемы и вопросы, волнующие современных подростков, нередко ближе и понятно их сверстникам. По этой причине в аппарате работает и молодежный совет. Молодежный совет – это дети, которые занимаются проблемами детей. В целом мы занимаемся именно решением этих проблем, чтобы дети сами знали, как им помочь себе. Таким образом, мы занимаемся просветительской деятельностью, организацией досуга детского и также проводим тренинги. Главная задача уполномоченных органов – это выстроить такую систему взаимодействия государства и семьи, чтобы дети жили и воспитывались в семье, даже если для этого потребуется применять кардинальные меры. Арес Мангуш, Шолбан Мангуш, Владимир Суртук и Азамат Ачур. Телеканал ТУВА-24.